Всем большой привет, ребята! Добро пожаловать ко мне на канал! Мне так не терпится рассказать вам тему этого видео, что даже я с рук не выпускаю один из атрибутов, который хочу вам показать. Итак, сегодня видео о моих покупках с магазина Second Hand. И как вы уже поняли, первое, что я хочу вам показать, это очаровательные сережки. Насколько я понимаю, они винтажные, они такие многофактурные кольца. Здесь и камушки, и резинки, и они потрясающе красивые. Они красиво смотрятся на ушках, но у них есть большой минус. Вы держите в руке, кажется, что они легкие, но когда вы только одеваете их на уши, такое впечатление, что мочка оттягивается до плеча. Очень тяжелые, я в них практически не могу ходить. Буду использовать для фотосессии, потому что в кадре они классно смотрятся. Может быть для какого-то образа, для видео, но вот для повседневной жизни, скорее всего, нет. А следующая покупка, к сожалению, могу показать только на фото, потому что мама их забрала. Это оранжевые сережки, маленькие, миниатюрные, но за счет такого непростого строения, интересного дизайна, они смотрятся очень круто. И те, и предыдущие сережки были куплены в магазине Second Hand. Черные стоили 35 гривен, а оранжевые 15. Вообще, мой совет, если вы приходите в Second Hand, обязательно не пропускайте из вида бижутерию, потому что можно найти очень много интересных позиций. Кстати, вот эти клипсы, которые представлены на мне, также были куплены в Second Hand. И у меня есть отдельное видео, где я показываю вообще обзор бижутерии из Second Hand. Хотела отметить, что у меня на канале три плейлиста с покупками Second Hand, поэтому, пожалуйста, пересмотрите. Я знаю, многие, может быть, пропустили видео из вида. Если у вас есть время, то уделите его мне. Двигаемся дальше. И теперь пройдемся по обае. Вот такие вот крутейские шлепанцы. Это атмосфера, размер 38. Если вы подписаны на мой инстаграм, где я продаю вещи, шоурум тренди форевер, то вы, наверное, их уже видели. Ну, а если нет, то обязательно подписывайтесь. Я стараюсь делать очень часто там обновления. Они в идеальном состоянии, эти шлепанцы. Они видно были, что куплены практически новыми, даже по подошве. Понятно, это все. Вот эта вот бряха очень сейчас популярна. И носить я их буду уже очень скоро, как только потеплее, с какими-то сарафанами. Или даже, знаете, может, под брючный костюм одену. Актуальная модель в этом сезоне. А сейчас я вам покажу три пары обуви, которые были куплены за 14 гривен. Первая – это вот эти вот соломенные шлепанцы. Они невероятно красивые. Я аж заикаюсь. Ой, они потрясающе стильные. Такие вот в африканском стиле. Боже мой, обожаю вот такую вот обувь, легкую, воздушную. Это такое ощущение, что вы, знаете, как по воздуху порхаете. Они неощутимы никак на ноге. Единственное, я начала носить их по дому и обнаружила такие вот моменты. Брак. Видите, как вот здесь расходится строчка на одном и на втором. Я, наверное, отнесу их не портному, а своей швее. Чтобы она мне ниткой красной прошила их, чтобы я могла их носить и не переживать. Наверное, даже не ниткой, а какая-то вот, знаете, как клеенка. Клеенчатая такая материя должна использоваться. Безумно классная. У меня есть одни соломенные босоножки. Боже мой, в том году я их носила. Просто мне уже, знаете, даже устало от них. Настолько я их переносила. Чувствую, у этих такая же судьба будет. Следующая пара обуви. Возможно, вы их видели в моем влоге. Я показывала влог 8 марта. И когда мы пришли в секонд-хенд и выбирали их. Что-то в стиле Гуччи. Здесь такая полоска. Здесь цветочек. Высоченный каблук. Ну, кажется, что не очень высокий. Но когда вы одеваете, да. Это обувь не на каждый день. Это какое-то, знаете, для торжественного мероприятия, возможно. Какая-то стилистическая съемка. Но за такие деньги не взять. Это просто грех. Следующая обувь. Это кожаные босоножки от Jill Patterson. Я их покупала не без примерки. У них вот такой вот каблучок. Они элегантные. Куча перепоночек. На некоторых перепоночках металлические ремешки. На меня они подходят по размеру. Но пяточку я не могу одеть. То есть ножка должна быть более утонченная. Более изящная. Красивая. Вот такие вот. Ничего лишнего. Но что-то в них точно есть. Следующая покупка. Это кожаный ремень от Levy Strauss. Он на очень-очень тонкую талию. Мне буквально на вот эту вот самую крайнюю застежку получается застегнуться. Очень стильный. Я и на пальто его надевала. И на джинсы. И так получилось, что я пришла в магазин в джинсах без ремня. И мне как раз нужно было как-то их подкрепить. Потому что просто совпадали с меня. Поэтому купили. Сколько? 50 гривен, по-моему, он стоил. 50. Может быть, зато ценник, конечно, остался. Но я не помню. Недорого. Я помню, что... Или 60, или 50 гривен. У меня несколько уже таких поясов. И знаете, мне кажется, им нету сносу. Следующая вещь. Точнее, две вещи. Это вот такие вот красивые декоры. Которые я собираюсь использовать как вешалку для шарфиков. То есть, вот сюда присовываются шарфики, завязываются. Одну, может быть, повешивают здесь. Одну, может быть, используют, как я сказала, по назначению. Цена 140 гривен. Но на каждую из них была скидка 30%. Это на 8 марта была куплена. Очень мне нравится. И как предметы декора, и как функциональная часть. Стильно, неординарно. Вообще, люблю хендмейд. Следующая покупка. Это купила моя мама в Харькове. Это деревянная сумка. На таких вот ручках. Боже мой, обожаю вот такие вот нестандартные изделия. Не люблю, когда сумка какая-то банальная, скучная. Мне нравится, когда она неординарная, когда ее хочется рассматривать. Тем более, вот такие вот модели из такого качества сейчас очень популярны. Здесь и вот такие вот ремешки, которые можно регулировать. Такие бусинки на ремешках. Небольшой дефект вот здесь вот из пачка на краской. Но это я разберусь. Я либо сейчас пройдусь спиртом, либо жидкостью из снятия лака, либо прокрашу коричневой акриловой краской поверху. Безумно нравится. Не на каждый день, конечно. Я, допустим, люблю сумки-шоперы, потому что мне нужно много чего поместить. Но вот как вещь для образа, очень даже да. Сейчас моя покупка. Я о ней рассказывала в лукбуке. Пять образов на неделю. И показывала вот эти вот джинсы. Это джинсы Pull&Bear. Размер 28. Я их уже обрезала, потому что они были экстремально клеш. И у них нереально высокая посадка. Я просто восхищена этой посадкой. Идеально смотрится. Мне нравятся карманы. И мне нравится по качеству. Насколько приятный этот катон. Тоже я повторюсь. Я уже рассказывала, что джинс сам по себе мягкий, но удивительно держит форму. Просто вот идеально серия. Кстати, здесь указан размер европейский. 38. Никакой не 38. У меня мой 34. Поэтому они, видно, мало мерят. Боже. Я нашла свои идеальные джинсы. Вот честно-честно говорю. Следующая вещь это свитшот дизель. Он стоил 450 гривен. Но я пришла в день, когда была скидка 70%. И купила его. Это оригинальный. Здесь вот даже такая точечка. На ней написано дизель. Кстати, по этой точечке была интересная история. Мы когда покупали вещи, мы с мамой брали очень много вещей в тот день. И так вышло, что именно с этого свитшота не снималась клипса. И ее в филе забрали на склад. Там что-то поделали, поманипулировали и вернули нам. И мы когда пришли домой, обнаружили вот эту вот точечку. И мы были уверены, что это клипса, часть клипса. И я начала придумывать уже многоходовку, как ее снять. Решила, что вечером мне Боря как-нибудь магнитом. Не магнитом, а магнит разобьет молотком, что как-то мы будем выкручиваться. Я принесла ему. Он долго искал, где же эта точечка, которую нужно разбить и вытащить иголку. И потом мы поняли, что это мы с мамой уже ошиблись, что все нам сняли. Это просто вот лейба, дизель на кнопке. Немножко великоват. Такое смотрится оверсайз, но мне именно это и нравится. И вообще, вот знаете, такое вот, кажется, ничего особенного. Но качество чувствуется, конечно. И вот эта вот дизель надпись очень крутая. Я, честно говоря, в шоке, почему он довиселся до 70% скидки. Почему никто не купил. Ну да, понятно, цена 450 гривен немножко кусающаяся. Но если посмотреть, сколько стоит в официальном магазине данный свитшот, то почему? Очень даже доступно. Включительная вещь, изначально которую я брала только ради продажи. Но когда я померила, я поняла, что нет. А потом я читаю модные тенденции и узнаю, что это еще очень-очень актуально. Итак, это кейп тренч. Это размер 16, но он не смотрится как 16. Это атмосфера. Его можно носить при таллине. Его можно носить без пояса. Это базовый цвет. И знаете, я отказалась от всех своих тренчей. Я все-все-все выставила на продажу. Но вот этот я никому не отдам. Я в него влюблена. Здесь интересно застегивается на шее. Интересный силуэт. Красиво все. Даже вот эти вот пуговицы омбре де граде, которые тоже, кстати, актуальны. Не пуговицы актуальны, а вот такая вот расцветка. Я просто жду с нетерпением, когда же наступит большее потепление, чтобы носить его. И чувствую, вот буду носить дыр просто его заношу. Удивительно красивый. Боже мой, спасибо, что мне удалось его найти. Заключительная вещь. Я совсем забыла показать вам вот эту вот блузку от Zara. Она носится на плечиках. И здесь красивые пуговицы. Красивый рукав. Она обошлась мне в 70 с копейками, по-моему. Ой, я ее не погладила. Извините, у нас из стирки. Я совсем про нее забыла. В последний момент схватила. Очень красная. Очень красивая. Сделана в Турции. Размер S. Вообще, я люблю вещи, которые носятся на плечах. Мне кажется, это настолько женственно. Настолько это красиво. Подчеркиваю. Это еще лайфхак. У тех, у кого такая же не супер длинная шея, как у меня. Вещи на плечах, которые выносятся визуально, помогают удлинить шею. Она смотрится более вытянутой. Теперь точно я показала вам все свои покупки. Надеюсь, вам было интересно. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какая вещь вам понравилась, какая сразила, а какая как-то так. Не зашла. Не забывайте подписываться ко мне на канал. Подписывайтесь ко мне в Инстаграм. Подписывайтесь на второй мой Инстаграм-аккаунт, где я продаю вещи. Я вам желаю хорошего вечера по традиции. Большое спасибо, что смотрите меня. Мне это очень-очень приятно. Всем пока.